Законодательное собрание седьмого созыва приступило к работе. Напомним, что по итогам прошедших выборов в региональный парламент интересы жителей Тверской области будут представлять пять партий. Это Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия за правду, ЛДПР и партия пенсионеров. О том, какие планы на ближайшую пятилетку у народных избранников, выяснил наш корреспондент. В ближайшие пять лет законодательному собранию предстоит большая совместная работа по развитию Верхней Волжья. Депутатам предстоит принять главный документ на следующие три года, бюджет Тверской области, а также ряд других законодательных инициатив. И, конечно, народные избранники готовы исполнять конкретные наказы избирателей, как в частности отметила Людмила Воробьева, член фракции КПРФ. Это ляжет в основу ее работы на посту депутата областного парламента. Я думаю, что главное, что сейчас в нашей работе, это оправдать доверие тех избирателей, которые голосовали за нас, которые верят в нас. В этом отношении у нас есть определенный опыт работы. Мы очень много работаем и с наказами избирателей, с их письменными обращениями, проводим прием граждан по личным вопросам. Ну а что касается наших планов, то они тесно, конечно, связаны с планами работы законодательного собрания. Как правило, в конце года это бюджет Тверской области на предстоящий период. В свою очередь представитель фракции «Единая Россия» Артур Бабушкин отметил, что прежде всего главной задачей депутатского корпуса является исполнение социальных обязательств перед населением, в частности перед определенными группами граждан. Это касается большей части тех, кто страдает заболеваниями определенными, это касается многодетных семей, это касается категории «дети войны». Мы планируем сейчас, когда получим от органов исполнительной власти, от правительства бюджет Тверской области на следующие и последующие два года, предусмотреть все имеющиеся обязательства перед определенными категориями, которые я сейчас перечислил. А вот член фракции ЛДПР Павел Королев отметил, что либерал-демократы традиционно в ЗАГС собраний поднимают острые вопросы. Но не для того, чтобы обострить ситуацию, а обозначить серьезные социально-экономические и политические темы, которые напрямую влияют на качество жизни тверичан. Уже известно, что в сфере наших интересов будет, конечно же, социальная сфера, это здравоохранение, социальные вопросы, социальная защита, это будут вопросы землепользования, это будет сфера ЖКХ. Что касается здравоохранения, понятно, что это сейчас улучшение материально-технического оснащения больниц, это совершенственное лекарственное обеспечение. По мнению представителя фракции Российская партия пенсионеров Александра Гришина, важная составляющая работы на предстоящие пять лет – это сфера здравоохранения, а также экономика и образование. Основные планы работы будут удары на экономику, здравоохранение, образование. Конечно, как составляющая часть и все остальное. Почему? Потому что нам необходимо здоровье. Здоровая нация – значит здоровая экономика. Здоровая экономика – значит здоровая нация. И еще главное, нам нужно качественно обучать наших детей. Вот эти задачи, ну и еще и другие задачи, конечно, будет выполнять фракция, фракция Российской партии пенсионеров. Задачи, решения которых ставят для себя в приоритет представители фракции «Справедливая Россия» – развитие экономики, поддержка предпринимательской инициативы, а также развитие внутреннего туризма и работа по другим важным направлениям для развития Тверской области. Традиционно «Справедливая Россия» планирует большое внимание уделять и социальной политике, сферам образования, здравоохранения и благоустройства городов и поселков региона. В законодательном собрании партию будут представлять два депутата.